Всем привет! Сегодня я надел рубашку. У меня в руках мой белый лист пол просвещения, и я думаю, многие из вас уже догадались, чем мы с вами сегодня будем заниматься. Примерно неделю назад у меня на канале вышло видео под названием «Работа с аккордами», где я показал, а многим напомнил, что большинство базовых аккордов на самом деле состоят всего из трёх звуков. И также на примере базовой тональности объяснил, как узнать, из каких конкретных звуков состоит конкретный аккорд, как всё это запомнить и как уложить в своей голове. Сегодня мы пойдём дальше, но я обещаю, что данный выпуск будет самостоятельным, а занятие полностью самодостаточным, поэтому сейчас вовсе не обязательно бежать смотреть первое видео, вы можете начинать прямо с этой точки. И начнём мы с наших базовых блатных, так называемых, именитых аккордов. Звучат они примерно вот так. Эти аккорды, как и наука, искусство владения инструментом передавалось от вашего деда, вашему отцу, а во дворе на скамейках от вашего отца по всей стране и дошла до наших времён. И это замечательные аккорды. Дело в том, что при игре в первой позиции мы задеваем большое количество струн, мы играем буквально по всем струнам. Помимо этого, получается так, что амплитуда биения струны у нас самая максимальная на гитаре. И это и даёт нам тот самый большой, широкий, густой тон гитары, который и позволяет нам одурманить большинство девичьих сердец. Всё это замечательно, но после этого настало время и люди придумали сатанизм. А вследствие чего мы также придумали электрогитары. Электрогитары, в связи с их звукоусилением, дополнительными эффектами, стали звучать намного богаче, намного более объёмно. И даже одна струна на электрогитаре способна давать очень большой и очень долгий звук. В связи с этим наши блатные аккорды, в случае на игре с эффектом дисторшн на электрогитаре, звучали слишком кашеобразно. И люди начали думать. И первое, до чего они додумались, то, что чем больше звука издаёт музыкальный инструмент, тем меньше нот от него нужно. Соответственно, были придуманы специальные пауэр-аккорды, могучие аккорды. В чём они заключались? Мы берём всего одну ноту, любую, абсолютно любую ноту на грифе, допустим, ноту ля. И это и есть основа нашего аккорда. Далее у нас всегда идут две приставные ноты. Это обязательный квинтовый тон, располагающийся на струну ниже и на два лада плюсом. И верхняя нота, которую мы уже зажали, но в октаву. В результате нам больше не пришлось учить разные аппликатуры блатных аккордов. Все аккорды превратились в всего одну аппликатуру, всего в одну схему, которую достаточно легко запомнить. И я уверяю вас, абсолютно любую песню можно сыграть с помощью данной техники. С эффектом дисторшн звука становится достаточно. И если мы возьмём какую-либо гамму, допустим, ми минор, сыграя её с эффектом дисторшн, мы с вами становимся полноценным рок-музыкантом. Поэтому, если те ребята, которые сидят на скамейке во дворе с сигареткой и потратили целый месяц на изучение гитары для вас, это слишком много. Вы не хотите тратить свою жизнь на освоение гитары как инструмента, но тем не менее очень хочется играть на музыкальном инструменте, то техника рок-музыканта и павер-аккордов подходит вам намного более. Однако, мы с вами, мои подписчики, люди намного более высокого склада ума. Я знаю, что большинство из вас слушает мелодика, техникал, мат-метал, астрофизик-кор. Поэтому нам нужно больше, нам нужно больше, чем просто блатные и просто павер-аккорды. Так как же нам быть? И для чего же я всё это вам рассказываю? Дело в том, что, исходя из этого, люди поняли, что чем больше звука, тем меньше нот, нужная от музыканта. И поэтому открытые аккорды, блатные аккорды, это замечательная вещь, если вам нужен аккомпанемент. Если вы, скажем, поёте, то... Наши открытые аккорды даёт нам максимальное богатство, максимальный фон, максимально объёмный аккомпанемент, максимально долго звучащие ноты за счёт большой длины колебаний струны. Но, если у вас в группе появляется второй гитарист, то вы уже не можете играть оба одни и те же блатные аккорды, потому что будет слишком много звука и впустую. Зачем второй гитарист, делающий то же самое, когда вы сами используете максимально объёмные звучащие аккорды и создаёте, в принципе, достаточный себе фон для аккомпанемента? При этом, если в вашей группе помимо двух гитаристов появляется ещё и бас-гитарист, который также несёт свою мелодию, заметно более низкую, чем в вашей партии, но при этом свою музыкальную линию, если в вашей группе есть ещё и барабанщик, который отстукивает бит и даёт ещё очень много звука с железом, прибавьте к этому ещё клавиши, духовые, скажем, как у группы Ленинград, и, не дай бог, поющего человека. И, не дай бог, их будет несколько. Всё это превращается в сложную музыкальную композиционную составляющую. И если каждый из вас будет бездумно выдавать очень много звука по всему диапазону инструмента, всё это превратится в хаос. Какая же задача в данном случае от музыканта и от звукорежиссёра? В первую очередь это сделать так, чтобы каждый музыкальный инструмент занимал свою нишу, в том числе в частотном диапазоне, как это и положено. В данном случае вы как раз-таки и получите объёмную, богатую, инструментально сложную композицию, но при этом каждый из музыкальных инструментов можно будет расслышать отдельно. Как же всего этого мы добиваемся? Дело в том, что гитара — это средний и высокочастотный музыкальный инструмент. Она обладает схожим диапазоном с нашим голосом. Именно поэтому зачастую в песнях используется такой музыкальный приём, как обыгрывание припевной линии вокалиста в соло. То есть мы берём музыкальную линию, ту, что пёл вокалист, и исполняем её в соло в данной песне. Конечно, обогащая её приёмами гитарного мастерства и, соответственно, обогащая гитарным тоном, развивая эту мелодию. Так вот, дело в том, что от нас же во время аккомпанемента требуется совсем немного нот. Существуют люди, которые настраивают, конечно, гитары заметно ниже. То есть в данном случае нормальная отстройка гитары предусматривает нижнюю струну ми всего 82 Гц. Многие люди отстраивают и ниже, и на 75, 65 в си, и даже ниже. Герц, но обычно в таких стилях музыки сама по себе бас-гитара заметно занижается по громкости. Станет ли ваша группа звучать от этого тяжелее? Нет. Потому что основной низовой инструмент, басовый, который должен заполнять всё помещение, он, получается, по громкости опускается. Всё, что от него остаётся, это лишь щелчки и какой-то окрас. В общем-то, он уже не имеет свою музыкальную линию, потому что, получается, он спущен также ещё ниже по своему диапазону. А чем ниже мы спускаемся, тем хуже читаемость инструмента. Поэтому в данном случае, в данных стилях музыки, бас-гитара используется скорее как дополнение, связующее звено между барабаном и гитарой, не имеющее своей мелодии, своей музыкальной составляющей, а лишь прибавляющей окрас и уплотнение общему звуку. То есть мы поняли, что в данном случае мы не делаем нашу музыку тяжелее. Для чего же делается данное изменение стройной гитары? Дело в том, что это делается в первую очередь для получения того самого униженного звука электрогитары. Шутка за 300. Я прямо слышу, как сейчас начинают лопаться, да? Поэтому поясню, что всё-таки тут немного с юмором, но тем не менее это факт. Это делается только для получения специфичного низкого звука гитар с эффектом дисторшн или же так называемым хай-гейном. Во всей остальной музыке используется другой принцип аккомпанемента на электро- или же акустической гитаре, о чём мы сегодня вместе с вами и поговорим. Я покажу вам сегодня 5. 5 аппликатур, которые используются наиболее применимо в музыке для аккомпанемента игрокордов. С помощью них вы сможете играть в любой тональности, зажимая как мажорный вид аккордов, так и минорный вид аккордов. Почему 5? Потому что для большинства из вас данное видео уже несёт очень большой поток информации, больше, чем, скажем, ваш отец передал вам со своими генами или же за всю свою сознательную жизнь, как, например, мой. Ставь лайк, если у тебя есть отец. Да, кстати, кто-то из вас спрашивал меня, как влияет сточный медиатор на звук электрогитары. Вот смотрите, сточенная сторона и не сточенная. Сточенная. Не сточенная. По-моему, даже больше, чем тип звукоснимателя. Это из той же эпохи, когда люди обсуждают усилители или же дерево в гитаре, или же то, что ибанес престижа якобы лучше, чем PRS, а при этом не меняют струны по 3 месяца. Но вернёмся к аккордам. Дело в том, что в предыдущем видео я показывал, что каждый аккорд на самом деле состоит из трёх звуков, располагающихся по двум терциям. И сначала может идти у нас или же малая терция, которая минорная, которая у нас зажимается вот так. И потом уже большая. Или же сначала мажорная. Потом же малая. Итак, мы узнаем, какие аккорды входят в мажорный или минорный аккорд от нашей первой ноты. В данном случае ноты ми. Нота е, обозначающаяся в старосоловянском языке. Итак, мы возьмём наш мажорный аккорд и получим первую аппликатуру. Три звука. Но давайте для богатства добавим сюда ещё одну ноту. Какую? Наш дубль. Это будет нота ми. Но нам не нужны все четыре ноты ми, поэтому мы будем использовать всего четыре пальца. Сегодня я буду показывать вам так называемые точечные аккорды, которые зажимаются именно четырьмя пальцами. И именно четырёхпальцевое ведение на гитаре, как бы это ни смешно ни звучало, используется в аккомпанементе чаще всего. Итак, что мы получили? Мы как бы зажали ту же самую нашу позицию, но прибавили ещё одну ноту ми. Это октава от нашей первой. Просто. У нас была занята третья струна, поэтому мы зажали её на второй. Итак, зарисовали. В данном случае мы получаем, соответственно, мажорный. Мажорный аккорд ми. На самом деле зажимать его намного легче, чем вам кажется. Нам ничего не мешает при этом зажать до конца наш указательный палец. В этом случае мы получим ноту, собственно, соль диез, которая у нас и является октавой от безымянного пальца. И получить ещё более богатый звук. Но мы этого делать не будем, потому что мы сегодня занимаемся точечной системой, и нам, в принципе, хватает четырёх звуков. Что ещё тут можно сказать? Двигая данную схему, мы, естественно, можем получить буквально любые аккорды. Начиная от... Ну, допустим, отсюда. Аккорд получается до, диез, мажор, да? Далее мы получаем аккорд, собственно, дре. Р диез. Аккорд ми. Фа. Аккорд фа диез. Ну и так далее. Поехали. Можем идти и тащить эту схему выше и выше. Это наша первая аппликатура. Давайте начнём теперь вторую аппликатуру, которая также будет называться аккордом в честь первой ноты. Первая нота у нас в данном случае, давайте, если хотите, возьмём... Давайте наш Ба. Да минор. Давайте возьмём аккорд АМ. Что мы зажали? Мы взяли ноту на четвёртой струне, поставили от неё квинту, поставили кварту и зажали ещё одну нотку. Получили наш Эйз, потому что восьмой лад это у нас, соответственно, восьмой лад. Это нота До. То есть тоже, опять же, легко очень запомнить. Называется данная схема в честь, опять же, первой ноты. То есть так мы можем, например, получить у нас аккорд Ми вот здесь, ЕМ. Но бас нам не нужен, поэтому мы используем более простую схему. Ой-ой-ой, извиняюсь. По сути, это аккорд ДМ, который мы начали вот с этой схемы. И несём его Д Диез, Ми, Фа, несём его Фа Диез, соответственно, Соль, Соль Диез, Ля, Ля Диез и так далее. Си, До, До Диез и опять ДМ. Что дальше? Дальше мы зарисуем ещё один аккорд. Он уже будет у нас немножко по-другому сжиматься, интересно. Вот таким образом. Тоже довольно лёгкое зажатие. Как он образовался? Я впоследствии вам сейчас объясню, всё это намного понятнее. У нас есть аккорд, вот таким образом сжимающийся. В данном случае аккорд До, потому что мы начинаем с ноты До. Действительно есть такая аппликатура зажатия, но она довольно неудобная. Поэтому я рекомендую вам всё-таки, раз мы сегодня говорим о точечной игре, раз мы сегодня говорим о аккомпанементе в группе, где много звуков, использовать намного логичнее нижнюю позицию шестой струны, потому что это одна и та же нота. И в результате получается мы звучим вот так. Пятая струна нас глушит соответственно указательным пальцем. Судить об этом аккорде его название можно по самой низовой ноте. То есть там мы судили по первой, а здесь мы судим по первой. Просто запоминаем, что те две аппликатуры определяются по первой ноте в аккорде, по басовой, а здесь по самой высокой. Очень легко. И получается опять же понеслись. Ну, те, кто не знает ноты на первой и на шестой струне, а это одна собственно система, ваше занятие, конечно, музыкой ставится под сомнение. По факту это все очень легко. Ми, фа, соля. И здесь Си, доре. Ну, потом повторяется. Ми, фа, соля. И так далее. Ну, ребят, ну элементарно. Ми открытое. Здесь у нас фа, соля. Здесь у нас идет Си, до, ре. Ну, кто не знал, теперь знаете. Поэтому можем также легко двигать этот аккорд. Разве мы могли бы сыграть этот аккорд здесь в стандартной классической позиции баре, да? Но очень тяжело уместить пальцы. А в данном случае элементарно. Итак, это был, собственно, мажорный аккорд. Мажорная его позиция от ноты, которая у нас является самой высокой. Далее, следующая позиция, она выглядит вот так вот, чуть посложнее. Вы слушаете, это минорный аккорд. Многие зажимают ее вот так вот. Особенно, если переходит в верхние позиции, то зачастую вообще используется такой элемент. это минорный аккорд и он также называется от самой невысокой ноты, от самой нижней ноты. Поэтому в данном случае Си, да? Хотим получить, соответственно, Ми. Хотим получить Ре. Хотим получить Фа. Ну, там уже сложновато, поэтому, наверное, все-таки лучше использовать другую позицию. Я вам сейчас покажу ее. А в принципе, в начальных позициях очень даже звучит. То есть вот наша получается. Видите, что все три позиции звучат очень по-разному. Здесь, здесь и здесь. Это один и тот же аккорд, одни и те же ноты нашей сети эйс, то есть ля до ми, но при этом обладающий своим контекстом. Ну, естественно, в более прорезающем микс будет желательно еще на синглах позиция в середине грифа. Обладающий достаточным сустейном, при этом звонкостью. И не разбежанием, но потому что ноты могут иметь свойство разваливаться, разбежаться, когда каждая струна бьется в разные стороны. А, не будем. Это уже тембральная вещь. И последняя позиция, что нам сегодня осталось выучить, это еще проще простого, зажимается на вот так. Добрая позиция, мажорная, определяется она также по низовой получается ноте. Например, ноту фа. потому что вот она. Просто переносим всю эту вверх. Субтитры создавал DimaTorzok таким образом, сегодня вместе с вами мы выучили еще целых пять аппликатур, которые позволят нам зажимать как мажорные, так и минорные аккорды. Причем делать это более правильно, как тембрально, так и музыкально. И теперь обычный, казалось бы, аккорд С, то есть до мажор, мы можем зажать не только блатным, богатым, или же на баре атакующим, но еще и используя, скажем, первую струну, восьмый лад, ноту до, используя такую аппликатуру, или же используя такую аппликатуру. Вы видите, звучат они все одинаково, но при этом при обыгрывании, чтобы избежать излишних скольжений, например, на том же самом перегрузе, или же легком бусте, намного будет легче перейти от ми такого до такого, или же, как мы там с вами изучили, от такого соль или жиля в такой опять же до, они все рядом, и все это можно использовать еще и с легким бустом, потому что мы не играем низовые кварты, это не звучит, а вот или же те же самые наши все это можно применять, ну чуть-чуть еще по дубаев, у меня просто сейчас стоит дисторшн, и все это опять же может сделать нашу игру интереснее, ну и конечно не даст нам быть блатным. Да, и в конце надо сделать пометку, чтобы не посыпались гневные комментарии, что я знаю, что такое система каджит, как вы поняли, я не учил английский в школе, но дело в том, что я считаю, что конечно можно довести свой слух до идеала, довести его до такого уровня, что только при помощи слуха определять, какие аккорды в данный момент звучат, какие ноты в них звучат, из каких они состоят, и отслеживать какие-либо мелодические движения и гармонии. Безусловно, можно довести уровень своей мышечной памяти и механического владения грифа, что через 10-15 лет вы будете определять опять же те же самые гармонии, аккорды и естественно гаммы, не глядя на гриф, разучивать и собственно изучать и разбирать все эти последовательности народной воды и так далее. Безусловно, можно изучить нотное положение на грифе, изучить аппликатурное мышление и с помощью только с помощью зарисовки аппликатурного мышления, аппликатурных последовательностей на грифе опять же определить ту или иную гармонию или же сделать разбор той или иной композиции. Но я считаю, что намного разумнее и логичнее использовать симбиоз всего этого, потому что доведя хотя бы до бытового уровня, что делается заметно быстрее до каких-то там 60-70% ваш слух, вашу механику владения грифом и ваше знание нот, нотные грамоты и аппликатурного теоретического мышления на грифе, вы намного быстрее будете решать те же самые предстоящие перед вами задачи, потому что одно будет помогать другому, это намного более выгодный вариант. И именно поэтому я никогда не давал и наверное не буду давать систему кэджет своим ученикам. В данном случае ученики учат конкретную последовательность аккордовых аппликатур на грифе и при этом не загоняются из чего они состоят, что в них входит, почему он располагается в этом месте а не в другом и почему его нельзя переносить в той тональности влево или вправо или же где же какой тональности играть какой собственно из этих аккордов вообще не говоря тональном мышлении на чем основывается эта система на том что у нас есть какие-то блатные всем известные аппликатуры и мы переносим их имитируя каподастр зажимая баррэ то есть в данном случае вот так раз это во-первых дает нам много звуков о чем мы сегодня говорили что нам не нужно при игре в команде при игре группе раз это ни с того ни с сего уж зажатие баррэ и потом поставить еще плюс два звука это заметно сложнее чем то что я вам сегодня дал раз это сложнее механически и раз это намного более сложно чем точечное изучение и конкретное изучение каждого аккорда его понимания то зачем это вам давать на сегодня все всем спасибо ставьте лайки пишите обязательно комментариев чем больше лайков тем больше я понимаю что же все таки вам снимать что же вам нужно ну и соответственно все это конечно приятно потому что получается не зря я пыжусь и по три видоса в неделю выпускаю а то может и пореже вам надо так что всем пока всем просвещение